Подчистят ряды российские правоохранители, проведут сокращение штата. С соответствующим заявлением выступили представители Министерства внутренних дел России. С чем связаны такие масштабные меры в обзорном материале программы. Каждый десятый сотрудник полиции России может быть уволен. О таком решении было заявлено в Министерстве внутренних дел страны. Причиной масштабных сокращений стало резкое снижение финансирования. Всем подразделениям предложено либо уволить 10% сотрудников, либо сократить расходы. Многие ведомства ради сохранения личного состава согласны пожертвовать надбавками к заработной плате. Кроме того, в Министерстве временно прекращен набор новых сотрудников. Пенсионеры получат законные доплаты. Правительство России выделило более 7 миллиардов рублей на выплаты для пожилых людей. Деньги будут распределены между 15 регионами страны. Надбавки получат около 500 тысяч человек. Денежное удовольствие составит от 2 тысяч рублей до 5 тысяч. Такая мера предусмотрена для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне прожиточного минимума. Запрет о курении кальяна в общественных местах рассмотрят на ближайшем заседании Госдумы. Авторы законопроекта считают, после вступления в силу запрета о курении табачного кальяна, владельцы кафе и ресторанов нашли лазейку в законе. И стали предлагать клиентам фруктовые смеси. Но выяснить, что входит в их состав, практически невозможно. Чиновники уверены, что в таких смесях могут содержаться как анаша, так и другие вредные для здоровья ингредиенты.